Не очень-то мне привычно говорить эти слова спустя такой долгий промежуток времени, но всем привет, дорогие друзья! С вами Рин. Сегодня 25 мая 2021 года, и я, несмотря на все трудности, собираюсь закончить финальный сезон ходячих мертвецов. Да, прошел практически целый год, я сейчас посмотрела на дату монтажа своих серий, которые у меня имелись, и да, где-то я в июне, уже в середине июня их монтировала. Произошел такой длительный перерыв, потому что я застряла, успешно так застряла на том месте, где Джеймс спросил Клементину оставить зомби в живых, только оглушить их. Ну, в общем, вы сами видели, что никак у меня не получалось это нормально сделать, из-за того, что мой ноутбук попросту с игрой не справляется. Это, конечно, моя ошибка, что я вообще взялась за прохождение, не зная, насколько вообще характеристики игры совпадают с характеристиками моего компьютера. Это моя ошибка. Но раз уж я взялась за это дело, я обязана его закончить. Тем более, мне самой интересно, что же в конце концов произойдет с Клементиной, чем закончится ее история, история ЭйДжей и всех остальных. Но, конечно, без помощи моих дорогих товарищей по команде нашей летсплеерской я бы никогда в жизни не смогла с этой игрой нормально справиться. В первый раз мне очень помог Воланд, во второй раз мне очень помог Фокс, за что им просто огромное спасибо. Больше всего я боюсь, что такой момент наступит еще не раз и не два, и тогда мне тоже придется обращаться к чьей-то помощи. Но в будущем придется все-таки более внимательно относиться к тому, что я собираюсь записать, и как-то сразу оценивать свои возможности, возможности компьютера, ну и какие там вообще только могут быть возможности на предмет того, получится ли вообще или нет. Потому что мне бы не хотелось, чтобы получилось плохо. Ну, я полагаю, краткое предисловие окончено, поэтому мы можем с вами переходить к эпизодам. Мы остановились на третьем, назывался он «Сломанные игрушки». В общем-то, сначала я вставлю именно ту сценку, когда необходимо было разобраться с зомбаками, ну, точнее, разобраться так, чтобы они остались живы. А потом уже вы увидите, собственно, продолжение всей этой эпопеи. Ну, надеюсь, приятного просмотра. Продолжение следует... 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 Поехали! Бум! Эй, вй, ты вoston ладно? Да, нет плана. М waking themak every day. Такое действие. Я очень ценю это. Серьезно. Спасибо за помогать мне это возвращаться. Теперь... Как вы шутки спасаете твои друзья? Они находятся в воде не слишком далеко от здесь. Мы не сможем сбежать в воде без ковер, не без рейдеров гоняя нас. Вы хотите использовать walkers, чтобы сбежать? Чтобы сбежать в воде? Это невероятно. Это единственная шанс. Я... У меня есть что-то, чтобы вы увидите, чтобы вы понимаете, что вы просите. Джеймс. Мы все равно нужны его помощи, да? Да, мы все. Слава богу. Год спустя. Наконец-то мы можем идти дальше. Главное верить в себя и свои силы. И своих друзей, конечно же. Фокс, большое спасибо. А вот это то самое место, где должна была находиться база Лилии и всех тех, кого она сюда за собой утащила. Следовать за Джеймсом. Так, ну я очень надеюсь, что сейчас на нас зомби откуда-то не вылезут. Мне заново придется привыкать к управлению. Черт возьми, как же это все очень плохо и медленно и тормозно. Это ужасно. Как я могла по самой первой серии еще на это толком-то внимание не обратить? Я потом уже, конечно, заметила, когда вот поняла, что что-то здесь не так. Ну это же просто ужас. Просто какой-то вообще кошмар. Где мы вообще находимся? Давайте хоть осмотримся, подышим воздухом, немножечко отдохнем. Я, кстати, забыла, что у Клементины она сейчас вообще с одним хвостиком ходит. Да, так интересно. Стриглась она вообще, не стриглась в этом сезоне. Ну, не помню я, честно говоря, такой сценки. Я даже, представляете, что случилось? Я пыталась вспомнить имя парня, с которым она встречается. Имя парня, которого мы убили еще в первом эпизоде. И я еще кого-то забыла. То есть я помнила таких незначительных персонажей, как Руби, например, Асим. Ну, не сказать бы, конечно, что они прям сильно незначительные, но не для Клем. Не в той степени. И забыть имя парня, в которого влюбилась Клементина, ну это, конечно, жесть просто. Тем более, что я сама его выбрала. Я решила свести ее все-таки с ним, с Луисом, а не с Вайлет. Вот. Там Флюгер. Ага. Судя по всему, тут не сильный ветер у них в этот день. Поэтому Флюгер не раскачивается. Ну что, надо поговорить с Мелким. Конечно, надо с ним поговорить. Я не уверена, что хорошо и правильно его воспитывают, честно говоря. Потому что, блин, вообще, на мой взгляд, воспитание детей – это такая сложная штука. И я что-то вспоминала его поведение и выборы, и вот его какие-то слова, его поступки. Не знаю. Что-то вот мне как-то не по себе, если честно. И к тому же это ведь первая игра, в которой вообще мы с Эйджеем вот настолько взаимодействуем и пытаемся учить кого-то другого уже что-то делать. Потому что до этого обычно все учили Клементину, все как-то помогали ей. Сначала был Ли, потом Кенни, там Джейн что-то пыталась, ну и всякое такое прочее. Ну, тот же Хави, хотя он косвенно помогал Клементине, но все-таки пытался чем-то помочь. Так, управление. Сейчас еще буду вспоминать, на какую клавишу нажимать. Солунец. Интересно, откуда Клем это знает? Тебе от него грустно? Подожди, а какие воспоминания могут быть? Может быть, я что-то упускаю? А-а-а, я пригляделась, я только что пригляделась. Не вот этой ли фигней башку Ларри размозжили? А Ларри был отцом Лили. Прикиньте, какая связь между сезонами, да? Вот это я, конечно, в шоке. Именно вот этой самой фигней... Кенни ведь его убил, да? Когда Ларри еще толком не начал превращаться даже. По-моему, вот этой. Господи, пошли, пошли отсюда нафиг. Вообще об этом вспоминать не хочется. Ой, я сейчас, между прочим, смотрю... У нас Никлис начал проходить второй сезон «Ходячих», наконец-то. Я начала его смотреть и снова в эту историю погружаться. Я представляю, какие эмоции он испытает, когда увидит Лили в четвертом сезоне. Конечно, неизвестно, когда это еще будет, но... Так как он все сезоны проходит вслепую, у него эмоции будут ого-го. И я прям радуюсь в этом плане, что я четвертый сезон прошла, не посмотрев его у кого-то на ютубе, а сразу начав... Так, здесь есть активная зона, но почему-то... Ага, взглянуть на опора ЛЭП. Хм, должно было быть электричество здесь once. Опять же вспоминается второй сезон. Они ведь пока куда-то шли, останавливались всей компанией на какой-то такой заброшенной электростанции. Да, там прям... Это было ночью, они развели костер. А, у Клементины, по-моему, даже день рождения в тот день был. Короче, чем-то мне прямо вот именно тот эпизод запомнился. Блин, помнить, как зовут вот этого паренька, которого мы увидели пару раз от силы, и забыть имя Луисона. Ну, это, конечно, вообще. И что же ты тут коллектинь? Коллектинь. А, он собирает зомбаков. Подожди, то есть они прям сидят в этом сарае и не выходят отсюда, что ли? Он так легко дверь открыл, как будто они там не заперты. Могут же в любой момент наружу вырваться. Но у него какая-то своя философия. Что я делаю? Какие люди. Какие люди? Какие люди? Ну, не люди, точно. Но... Это... Что-то в международном. Что-то... Что-то мы еще там в этом. Что-то мы еще там. что-то мы не умеем. Мы возвращаемся. Не умираем, не живем. можно даже назвать его взгляд несколько романтичным ну конечно превращались он то не видел как его родители ты серьезно слушай так она гуляла с ними не раз когда обмазывалась их внутренностями наверное хотя и не могу с уверенностью сказать но судя по всему она втрескалась в клем поэтому да ради нее она бы это сделала но я конечно понимаю что ладно я потом скажу ой то есть он мне вот прям сейчас предлагает это сделать только бы игра не залагала пожалуйста коснитесь ветряного колокольчик а где он на подожди на двери или или где а то есть мне надо действительно пойти вот в эту всю толпень наверное вот того колокольчик а это похоже на эти на валдайские колокольчики да слушайте мне мне страшно мне мне как-то страшно ну 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 вроде бы вроде бы они пока ведут себя довольно смирно но но кто их знает надо как-то так они поняли что я человек или или что ай блин как мне тебя обойти что ты встал то прям вот вот тут ой боже мой слушайте мне сейчас мне сейчас страшно станет правда самой они так близко мама сейчас сейчас у меня же не вы немножко потормаживает игра поэтому я стараюсь стараюсь очень медленно все все это делать так пустите пожалуйста ребят ага так почти почти а они дают мне повернуть теперь теперь дали какой-то какой же ты мерзкий так а чё делать надо как-то обойти вот вот их наверное или нет или камера сама меня направляет как будто бы ага вот коснуться китайские колокольчики а ну я я жму наверх ничего не понимаю если честно я нажимаю на стрелку и ничего не происходит а надо было прям про прожать ее до упора вот чё надо было сделать слушайте как это стремно они правда ее не узнали и они все пошли мимо нее просто к этому колокольчику да не тронули и как будто в их глазах появилось что-то такое отдаленно человеческое да какой-то свет затаенный в глубинах их души что-нибудь в этом роде что-то в этом есть конечно но слишком опасно очень рискованно я бы там наверно просто со страху все нервы растеряла ну когда убивают людей за это был какой-то очень важный выбор может это влияет на развитие отношений с джеймсом не знаю никогда не говори никогда да марлона и нет это было слишком жестоко все таки нет то есть тебе ходячий важнее людей я не могу То есть ты поможешь? Нет, но это тоже как-то... А если бы они не были похожи на Клем, значит, не было бы смысла их спасать. Так, что ли? Главное спасти друзей, хотя, знаете, мне упорно кажется, что никого мы не спасем, а сами окажемся в рабстве у Дельты. Если бы я смогла хоть... хоть как-то все-таки что-то в Лиле пробудить, но, по-моему, по-моему, это уже невозможно. Прошло столько времени, столько обстоятельств. Ну, я верила. Я думаю, Клем бы тоже хотела в это верить. Он верит в это тоже, да, потому что он пока маленький. И свое мнение ему пока сформировать трудно. Ой, неужели мы сюда вернулись? Я уже и не думала. Таких, как Клементина, больше нет. Это универсальный образец, аналогов не имеется. Джеймс, конечно, крутой. Так, это Руби. Ага, то есть, вот что они будут делать в итоге. Значит, эта серия выдастся относительно спокойной. Я надеюсь. Я не хочу даже думать о том, какое плохое слово он подумал. Кипятильник в смысле, что ли? Мы должны пить в доме мусорной. Вы можете сделать нам что-то цветное, что-то хранить? Окей. Пир во время чумы. Не, ну надо же им как-то развлекаться, правильно? Должны же события как-то чередоваться все-таки. Так, вечеринка, значит... Слушайте, ну зачем нам здесь размещать коллекционные предметы? У меня такая нехорошая мысль есть, что вот мы действительно, нас завербуют в дельту, помимо нашего желания, естественно, что вот никого мы не спасем. И черт знает, что с нами потом будет в будущем. Может быть, Клем даже умрет в конце этого сезона. Вот правда, я готова даже к такому исходу, потому что его нельзя исключать. И, может быть, в конце этого сезона нам покажут сценку, как сюда приходят люди, ну какие-нибудь новые, да, так сказать, на побывку, и увидят все эти коллекционные предметы, и по ним смогут понять, кто здесь жил. Конечно, не хотелось бы настолько далеко в будущее заглядывать, но правда. Это такой мир, где все что угодно может произойти. Взять кофеварка. Так, стой, но мне сказали разместить коллекционные предметы. Перед уходом. Повесить кроличья лапка. Давай. Не знаю, не знаю, не знаю. Ну ладно, пусть висит. Еще можно с Эйджеем поговорить. Так, а что еще мы можем сделать? У нас тут были рисуночки, кстати, я даже... Я даже и не помню, кто... А, ну, Клем. Ну, и, наверное, Эйджея рядом, хотя... Не совсем это на Эйджея похоже. Все, что ли? Больше мы здесь ничего не сделаем? На всякий случай я осмотрюсь еще. Может, можно что-то? Ну, нет, видимо, нет. Ну, все, тогда берем... Хотя нам сказали нагреватель. Эта штука вот так выглядит. У вас есть кофеварка. Руби хочет приготовить чай. Ну, чай в кофеварке, конечно. Почему бы нет? Ух ты! Как мне его жалко, это словами не передать. Какой ты наблюдательный. Ну, как бы мне хотелось, чтобы он жил не в таком мире. А в нормальном. Это возможно. Но почему мне так упорно кажется, что это в итоге и произойдет. Все к этому идет, как будто бы. Что клемму кусят. А. 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 С ума сошел? А представьте, Ли по такой логике угусил бы Клементину. Это тяжелый разговор. Ну, а ты видел много зомби, которые были вместе после того, как стали зомби. А. А. На самом деле это страшно, и эта тема, по-моему, несколько раз уже поднималась. Луис. Луис, привет. Луис, привет. Что если ты превратился в зомби и остаешься в сознании, как бы в это время? Луис. 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 Сейчас расплачется. Начинается. И что, ты меня сейчас будешь обвинять, что я спасла тебя? Что за вопрос, глупый ты? Я не могла дать тебя. Ты слишком важен для меня. Я знаю, что я всегда тесняю ее. Я пытаюсь ее сделать, что она делает. Ты знаешь, что она. Где ты такой длинный, она должна делать полный тело. Я делаю это, потому что... Когда я действительно успею сделать ее笑, это стоит. Ну да, он просто сильно переживает. Или присоединимся к ним. А почему еще? Бухлишко? А, нет, 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 нет. Я не так поняла. Настоящее свидание с одной такой толстой свечой на полу. В этом что-то есть. Господи, боже, романтика. Да уж. Такое вообще сложно представить. Хотя с Гейбом могла бы. По-моему, ты не те описания читал. Это было не совсем то. А, видимо, это я не о том подумала. Простите, пожалуйста. Клементину бы отмыть еще. Дать ей какое-нибудь платье красивое. Прическу в порядок привести. Мне кажется, это всех привлекает. Вообще, независимо. Но большинство, не знаю. Как-то за то, чтобы все вернулись домой. Ну, хотя бы так. Всегда надо надеяться, правда? Хоть бы поцеловались до приличия. Свидание все-таки. Мячик нашел? Ой, я не успела. Я даже не знала, что надо нажимать. Может, его отбить надо было как-то? Давай! Шмякнуть мечом ему по голове. Да ну вы че? Ты ужасная. Эй! Детские невинные шалости. Забавы. Как же хочется... Он улыбается! По-моему, я еще не видела, чтобы он так широко улыбался. Я люблю тебя. Я люблю тебя, дядя. Это, наверное, один из самых трогательных эпизодов в этом сезоне. Мне прям так не хочется, чтобы это все заканчивалось. Чтобы они шли куда-то воевать. Я так и не поняла, кого он нарисовал, кстати. Джеймса? Потому что у Джеймса вроде как светлые волосы. Джеймса среди зомби? Или Вайлетт там какую-то сражающуюся? Или еще кого-то? Ну да ладно. Идем, значит, комнату украшать. Хотя здесь уже... А, по-моему, здесь уже все все сделали. Помирать так с музыкой. Правда. Так. Хорошо. Мы... Подожди. Мы должны что-то... Одно из этого выбрать? Какую-то подсветку из этих, да? Но мне пурпурный из всех этих больше всего нравится. Ну, блин, зато красиво. Выбирать пластинку, видимо, а не проигрыватель. Кантри, классика или джаз? Ну, блин, я на самом деле не уверена. Я бы из всего этого выбрала бут-жаз, конечно. Нет, вообще, я думаю, что под кантри они бы, наверное, лучше повеселились, потому что это более такая веселая музыка. Но не сказать, чтобы я очень сильно любила кантри. А классика это что-то, ну, для их ситуации скорее заунывное. Хотя, опять же, не вся классика такая. А вот джаз это что-то такое среднее. И в этом тоже есть какая-то своя безусловная романтика. Поэтому пусть будет. Увидимся на той стороне. Мы спасем друзей. Эй-Джей, предложишь что-нибудь? А давайте попробуем Эй-Джей спросить. Вдруг у него есть идея? О, любопытно. Не, на самом деле... Я была бы не против варианта со спасением друзей. В общем. Но почему-то мне захотелось спросить именно нашего малыша. Я надеюсь, это не какой-нибудь опасный и страшный сюрприз. Ух ты! Это должно быть интересно. Так, только не говори, что ты хочешь взрыв устроить. Да ну нафиг! Митч бы одобрил, да? А был у нас уже такой любитель... Взрыватель. Ну конечно, по-любому что-то пойдет не так. Ну вот теперь мне не по себе. Настроение было вроде такое веселое. А, я, к сожалению, уже не помню всех подробностей этой стычки. И правда. Лучше бы ты это сказал Тену, а не Клементине. Короче, Вилли что-то задумал. Ну, точнее, что-то конкретное. И это что-то может нас всех погубить. Ой, чую, будет писец. Ох, смотрите, Эй Джейм нравится джаз. И цвет такой приятный. Собачка! Слушайте, а как ее зовут? Я даже... Я успела забыть, что у нас есть собака. А на бомбе, на этой... Если это та самая бомба, написано что-то типа... Фак ю, рейдерс, да? Так, ну, мингл... Мингл так мингл. Ага, нам... Нет, я думала, нам предложат по очереди каждому подойти. Это опасная затея. Назвать? Я не уверена, что... На самом деле, я не уверена, что прям обязательно ее нужно назвать. Вилли-младший. Месть Руби. Шедевр Митча. Давайте... Отомстим за нашего убитого товарища. Я не очень люблю, когда бомбы называют какими-то именами. Это правда, но... Но для этих ребят это может кое-что означать, поэтому... Да пусть будет так. Стоп, так Эриксон... Я не помню, говорилось ли об этом в начале, но что, это... Это был какой-то специализированный интернат, да? Школа для трудных подростков. Вот это да. Ой, как жутко звучит. А прикиньте... Сейчас окажется, что Луис какой-то психопат. Это будет первый. И мне предложат выбрать, кто это, да? Я думаю, это был Марлон. Луис? Ну, Луиса вроде бы нет такой сильной тяги к сквернословию. Хорошо, что, кстати, мне время не дают, и можно подумать. Руби, по-моему, тоже так себя не ведет. Мне все-таки кажется, что это был Марлон. Все-таки... Он вел себя довольно вспыльчиво, если не сказать по-другому. Когда мы обнаружили, что он крысятничает, так сказать, в первом эпизоде. Вот честно, я помню, все, что там было, уже довольно расплывчато. И я действительно пытаюсь держать в голове все, что здесь происходило, и кто каким был. Поэтому вдруг, если я ошибусь, то вы меня сильно не ругаете. Вы же знаете первопричину, почему все так происходит. Давайте ответим, что это Марлон. Нет? Хотя Луис так... Это дело Руби? Серьезно? Вот я бы и не подумала. Обалдеть. Вот оно и видно, а она же совсем не такая. А, ну это было поначалу, потому что ЭйДжей ее укусил. А сколько ему лет? На вид лет... Не знаю, может максимум 12. Неловко. ЭйДжей еще маленький, он еще, видимо, не знает о таких вещах. Может, мы должны поменять музыку? Как все разные музыки, я думаю. Есть много их. Как много? Я не знаю, много. Может, они станут веселее. Не знаю. Может, изначально можно все-таки было кантри поставить, но я не захотела. Я больше джаз люблю. Хотя, что-то это на кантри, мне кажется, не похоже. Ламар? Что-то мне это напоминает. Аликс, Дюй, Трей, Стефани. Как же вас было много, ребят. Как много из нас умерли? 34. Ого. Ну, таковы суровые реалии. И что там написано? Мы можем это прочитать? Вариант, в варианте было не то написано. Что она сказала? Что она? Ты серьезно? Зачем? Я не знала, что я не знала. Он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что я сделала для него. Но я уверена, что моя мама сделала. Я отправила ей все рецепты для гостей, жюлеры, все. Вот это история. Я не знала. Я не знала, что она не знала. Я сказала, что ты можешь быть счастливым или ты можешь быть рецепт. Ты не можешь быть обоих. Ты понимаешь? Я не знала. Я не знала, что они были счастливыми, но... Даже представить себе не могла. Но... Но родители... Ну, скорее, не прости Луиса, мне жаль, Луис. Они сказали, что мы были плохие, Луис. Они не были правы. Тем не менее, мы не должны быть уничтожены здесь, в мире, в лесу, от людей, которые должны сделать нас лучше. Sorry, это должно быть весело. Я не знаю, что я вообще не играю, человек. Не бойтесь, пожалуйста. Вы говорите это себе. Луис нужно знать, кто она ведет в бою. Hey, I've got an idea. Do you guys remember when Minnie would sing us Don't Be Afraid when all of us used to get scared? Of course I remember. I helped compose it with her. Could you maybe play it for us? If I was here, she could sing the words, but... Yeah. Yeah, I'd love to, Ten. This is for you, Minnie. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok